У вас саптолет, на связи Финн, и мы вместе с вами, дорогие друзья, продолжаем смотреть Бункер, сериал, это у нас уже вторая серия, новый дом она называется, ну чё, погнали, let's go, Лайкозавра я тут уже, по-моему, да, я завёз, погнали. Я предлагаю сделать таким образом, давайте каждый из нас будет голосовать за того или иного человека, и тот, у кого будет больше голосов, будет уходить, соответственно, ну, за то, что кто не попадёт в Бункер. И, когда у нас останется уже четверо, вот эти четыре человека и придут внутрь, как вам такая идея? Ну, да, так надо было. Ну, то играл в мафию, в мафию играли, вот в мафии точно так же, знаете, по голосованию, вот это такое. Только это реальная жизнь, внимательно. Да, понятное дело, что я, честно, хотел бы, чтобы мы все зашли в этот Бункер, но вы сами понимаете, кто знает, что произойдёт, там очень мало места, еды не хватит на всех. Если на четыре человека, это на девяносто дней, то у нас здесь сколько? Одиннадцать человек. Ну, наверное, даже если мы будем максимально экономить, может, на дней тридцать нам хватит. А через месяц тут ещё явно ничего не решится. Поэтому нам придётся кем-то пожертвовать, но это будет очень тяжело. Давайте же начнём. Мы уже все друг друга выслушали, и, наверное, я, так как всё-таки мой друг подел этим Бункером, скажу своё первое слово, против кого из нас из одиннадцати человек, кого я считаю самым беснолезным сейчас, это Анна Дмитриева, вас. Вот, потому что, во-первых, нам бизнесмен в Бункере, да и после, ну, типа, человек, который разбирается в бизнесе, в целом, тебе не нужен. Вообще, не знаю, будет ли бизнес в первые, там, несколько лет, и как-то вы зомби вряд ли с ними договоритесь, да? Не, ну, в принципе, как бы логично, типа, а бизнесмен, кому чё продавать-то, как-то странно. У вас каустрофобия, а бункер у нас очень маленький, там буквально вот стены, стены... И куда её теперь? Стены, кто знает, что, человек, у которого поделись, ну, типа, с вами придётся, возможно, даже нянчиться в этом бункере. Типа, если её куда-нибудь отпустят, она же просто погибнет. Ладно, один день в таком бункере провести... Ну, сожрутся зомби. У тебя, у которого мало пространства, но 90 дней, как бы вы там не сошли с ума, поэтому я считаю то, что с такой болезнью вам вообще в бункер дорога закрыта. В смысле, Анечка не идёт? Мы, вообще-то, с ней пара. Если она не пройдёт в бункер, то я с вами никуда не пойду. Я её одну с этими зомбарями не оставлю. О, боже, это так мило. Знаете что, не нужно обваживать бункер, мы и сами справимся, пойдём отсюда. О, нифига себе. До свидания. Ну, в принципе, неплохо, типа, уже минус чилы, и как-то выбор станет попроще, кого, типа, взять внутренне. Не думал, что моя речь... Пока, друзья. Да, не думал, что моя речь спровоцирует сразу же это, ну, двух людей, которые уйдут. Ну, ладно, так даже будет проще. А там, конечно, парень вроде инженером был. Инженером был бы полезен. Ну, простите, доктор, простите. Как бы, смотрите, что я думаю, да. Из всех вас, кого я вижу прямо полезным, это вот доктора, да. Доктора. Здесь, по-моему, два человека, которые шарят за медициной. Доктор, доктор точно выгонять нельзя, я думаю, потому что... Доктор ещё какой-то. Ну, слушай, доктор, вы должны пойти. Кто-нибудь вообще есть, кто против доктора, вот... Да не, ну кому? Доктор не нужен. Доктор реально нужен. Ну, как бы. Нет, нет, нет. Только в этом, я думаю. Ага, ну, вроде бы, вы видите, доктор, так что... Внимогласно, да. Вот, так что, я думаю, в целом, это хорошо, доктор, что вы остаетесь, потому что даже если я в бункер не упаду, если начнутся какие-то проблемы, там вроде как... Ура, плюс, доктор. ...записка, которую я нашёл этого деда, моего друга, написано, что медикаменты тоже есть. То есть даже, ну, вы же ещё можете помочь, да, больным? Да, я помогу больным, но лучше на всякий случай не тратить, участь медикаменты. Я слышу то, что у одного человека обучается Кирилл Аркадьевич. У него, я как понял, головные боли. Ага. Да, я говорил. Ты математик, зачем нам математик в зомбиапокалипсисе? У нас, как минимум, поколение будет миллион лет. А если что, у нас зомбиапокалипсисная и ядерная война, книги найдём. Да и я, человек науки, как бы. Пора разговаривать, вы с иностранцами как будете? Да блин, возьмём учебник, переведём. Библиотеки-то не сгорели, здесь ядерная бомба бы упала бы, тогда бы, ребят, ну, сгорели бы библиотеки, правильно? Да, да, всё. В принципе, да, логично. Ну да, у нас вот книги есть, типа, к сожалению, ну, типа, вот как вы нам можете помочь? Ваши головные боли, конечно, доктор уже, мне кажется, хочет притянуть за уши. Я, у меня тоже бывали иногда головные боли, знаете, там, раз в месяц башка бы болит. Но я такие таблетки не халаю, просто беру, ложусь и засыпаю. Так что, в целом, не знаю, может, конечно, у вас более серьёзные мигрени? Ох, как бы не сложно. Ну, просто, смотрите, у нас здесь есть, как бы, агроном, да, у нас тут есть вот чел, который фермой занимался. После того, как мы выйдем из бункера, нужно будет сажать культуру. Вот вы сможете нормально посадить и вырастить растения? Я в этом сомневаюсь, да? Я смогу нормально вырастить наших детей, у нас будет умное поколение. Да я уверен, вон, куча девочек есть, которые хорошо вырастят наших детей, или, вон, доктор. Доктор, я думал, он тоже, в принципе, заканчивал, у него как-нибудь, наверное, научная степень, и здесь у вас научная степень. Ну, да, и защитил диплом на пять. Вот, вы слышите? Ну, камон, серьёзно, нафиг этого чела. Зачем математик в бункере, ало? Так что... Что-то, вот, знаете, в первой серии как-то было довольно жалко всех персов, а сейчас уже, в принципе, как-то немножко начинаешь уже реально вдумываться в сюжет, вообще во всё это самое дело, как бы, происходящее, да? И уже начинаешь понимать, типа, блин, здесь половина нафиг реально ненужных челов, как бы. В целом, извините, пожалуйста, но, кажется, вам нужно выйти из нашего бункера. Вот. То, за то, чтобы выгнать математика. Я. 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 Ну, почти единогласно. Простите, пожалуйста, мы не хотели, но... Просто в условиях нашего апокалипсиса вы очень бесполезный персонаж. Простите, учителя это, конечно, добрые люди. Ну, не ладно, не учителя. Ну, идите, как бы, учите в другом месте. Это всё поколение будет таким неразвязанным. Я пошёл. Блин, а прикиньте, если реально так взять зомби, взять учителей, короче, учитель будет учить зомби, опять становится умным человеком. Типа. Это, наверное, тут, но... Надеюсь, что... Стой, стой, стой. Там рыжий. Там, 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 там чаще ещё на километров 50, может, лучше по дороге выйти там. Я думаю, там будет безопасней, там. Там уже нет зомби. Мне кажется, если пойдём уже там, то... Все зомби, они... Я сам разберусь. Давай, пока. Вот так, нас остается. Нас остается... Не очень такое хорошее прощание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Ещё нужно выгнать половину. Это очень... Очень-очень проблематично. Не, этим челам, в принципе, можно было бы пойти просто и напросто искать другой бункер и уже там, ну, в нём поселиться, наверное, да. Либо просто примкнуть к уже каким-то другим группировкам людей. Такие по-любому есть. Потому что, ну, я уверен, что это не последние оставшиеся живые чуваки. И, соответственно, ну, в любом случае у них будет... Я думаю, если они постараются там, где-то будут выживать там и так далее, да, то, в принципе, у них всё будет неплохо. Поэтому будем верить, улучшаем. Да. Слушай, ты вообще, чё ты всё решаешь сам? Ты... Из-за тебя уже три человека ушло. И что? Чем ты вообще сам такой полезный? Погоди, чём я полезный? Чё ты его бутил? Я могу высадить вместе вот с товарищем с... Высадить? У нас еды на три месяца хватает. Зачем садить? Три месяца? А потом что? Ты пойдёшь? А вдруг все в городе заражатся и... Там три ме... на е... Да, хехе, сорян, заговариваюсь. То есть, еды на три месяца хватит только для четверых, кажется. А здесь, ну, типа, было всего одиннадцать человек. И, ну, там реально, как бы, и всех, если уместить, еле-еле душа в теле, как бы. Вот. Всех там не прокормишь. Типа, еды хватит от силы на месяц. Даже там, возможно, чуть меньше. Поэтому, ну, как бы... Да еды нам либо могут. Чё ты, чувак, начал ещё право окочать, а? Да, такой серьёзный будет. Смотри, хорошо. Давай поговорим так. Я два года помогал врачам. А у нас здесь доктор есть! Зачем тут два... Сорян, если я буду ещё заговариваться, потому что я уже, камон, у меня немножко мозги, блин, кипят уже. Тут жарко просто сидеть. Я снимаю эти ролики. Уже три ролика за сегодня отснял. И, блин, чуваки, да, это сложно. Доктора, типа, вы чё, друг друга лечить будете? Нам одного доктора хватит. Я лучше доверюсь доктору, у которого с учётной степенью... И, кстати, у меня пять лет курсов выживальщика. Это когда из бункера выйдешь, ты сможешь ли чё-то добыть, врач? Кого ты будешь лечить? Вот у нас лучше я на доктора положусь, чем на тебя. И кто-то там... Кем ты работал? Да я подумаю. Эээ... Уборщиком? Уборщиком? Уборщик, всё с тобой ясно. Нахрен нам уборщик не нужны. Ты попробуй уборщиком поработать, чем каким-то видеоблогером там своим. Я агроном, между прочим. А знаешь что? А знаешь что? Ты бесполезный агрогном. Сейчас все меня... Четыррррррang. Чуть, нож убери, нож убери! Ты все сколько выгоняли? Ё-моё. Так, нужно забрать у него нож, покоите. Так, я забрал, я забрал нож. Так я уберу его, пожалуй. Охренеть. Он совсем прям понулся. Девушка, большое вам спасибо тебе. У нас все в порядке? Как, я, я думал, что мне, я, уже у меня жизнь перед глазами пролетела, типа, огромное спасибо. Но, я думаю, я, я думаю, больше причин, я, я, типа, не знал насчёт этого парня, брать его или не брать, но, я думаю, Теперь то, если не брать. Абсолютно, полностью с вами согласен. Я думаю, его можно оставить в лесу где-нибудь, чтобы его... Та, фукиньте, он нахрен! Не, ну, я, не, давайте так, сейчас решим, кто останется в бункере, я спущусь, ну, или кто-нибудь туда спустится, если вы меня не возьмёте. Ребята, я, вы не против, если я у тебя нож это поставлю, потому что, даже если вы меня не возьмёте в бункер с собой, то... В смысле, вы не возьмёте в бункер? Мне нужно будет как-то обороняться. Да, вообще, я у бункера лопаю. Так, хорошо. Он может вообще в соло там остаться, нахрен. Да, надеюсь, он сейчас это не очнётся, не начнёт здесь творить этот беспредел. Реально, прикиньте, просто послать всех нахрен, типа, жить там одному, короче, в этом бункере, питаться этими продуктами. А камон, а еды хватает на четверых, по-моему, ну, опять же, там, плюс-минус. На три месяца, типа, а если одному, там, вообще, можно кайфовать, прям хайпажорить, там. Растягивать чисто на голод почти, чуваки, еды там хватит, охренительно. Но, конечно, одному будет сложно, поэтому... Не, всё-таки нужно побольше людей, типа. Ну, я так понимаю, в бункере... Ведь если, ну, много народу, то можно реально что-то прикольное забудить, там, типа, начать уже развивать какой-то... С... ну, как это правильно называется? Короче, еду выращивать, да, там, постоянно набирать каких-то новых челов, типа. И так постепенно, постепенно, возможно, даже отстроить какое-нибудь небольшое такое поселение, типа. И выбираться уже наружу, а не сидеть в злобном бункере и, собственно, возрождать, короче, человечество, чёрт возьми. Точно не берём. Так, ну, проблема остается в таком. У нас ещё раз, два, три, четыре, пять, шесть... Да, понятно, короче, у нас ещё дофига. Семь человек, ещё нужно, получается, выгнать троих. Так, ну что, кто... что может предложить? Просто, я не знаю, вот здесь такие три красивые дамы, и у всех, в принципе, плюс-минус полезные способности, вот. Поэтому... Не знаю, доктор, может, вы что скажете? Что я могу сказать? Стойте! А, да? Это слишком сложно. Я... Это сложно выбрать, кто идёт. Да ещё этот пси с ножом вылез. Думаю, я лучше пойду. Я вроде знаю, что тут неподалёку у моей семьи есть домик. И я лучше туда пойду. А этого парня я заберу с собой. Вот дайте ему хоть как-то помочь. Вот этому парню ты уверена? Да, не бросать же его тут. Ой, ладно. А, забирай его и это... Иди, может, тебе нужно что-нибудь на дорогу? Может, что-нибудь из бункера? Что же дать? Да не, у меня вроде есть что-то. А, да, у меня есть пачка печенья, если что, поем. Эх, ладно. Пласс. Печеньки само там. Так, ребята, нас осталось... Ладно, туда уши. Пустой, ребята ушли. Так, ребята, нас осталось шестеро. Надо выгнать ещё двоих. Так, ну я, в принципе, могу выдвинуть кандидатуру Юли, потому что она флорист. А, флорист нам в бункере объективно не нужен. Ориентироваться это, конечно, хорошо, но мы в целом и сами можем это сделать. Верховая езда бесполезна. Лошадей у нас нет, а вокруг ты вряд ли их найдёшь. Ну, тут, конечно, не могу не согласиться. Навыки остальных будут поболезнее, да. О, 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 ну парень, ну ты её прям совсем сильно обидел. Не, ну типа по-другому никак, ну камон, типа. В любом случае, все хотят как бы остаться, а всех оставить нельзя. И чё делать, чё делать? Собственно выгонять, а выгонять всегда грустно. Не обращаться, боже, ну... Блин, мне теперь её жалко стало. Это теперь жалко, ты можешь пойти за ней? Действительно, нет. Нет, нет, нет. Да, доктор, что такое, что-то, что-то поняли, доктор? Нет, сразу такое. Осталось только одна девушка. Придется выбирать уже между нами. Но вы агроном, так что... Там выгонять и девчонку нафиг! Чисто мужицкая такая, это самое, мужицкий бункер будет, короче. Нет, ну я, конечно, шучу, девчонок реально надо, блин, ну тут уже всех повыгоняли, одна хотя бы осталась, поэтому реально надо кого-то всё-таки выбирать с парней. Про меня тоже все сказали, так что придется выбирать между вами. Между вот этими двумя ребятами. Ну смотри, Те-доктор, да? Здесь, на самом деле, сложный выбор, у нас-то есть повар, да? Ну, правда, он немного растолстел, наверное, будет много жрать, хотя, ну, кого-нибудь мне говорить. Он крупный. Нет, я честно, я постараюсь поменьше кушать, обещаю. Только, пожалуйста, не отправляйте меня обратно в город. А что, второй чувак, вот этот справа? Я же не выживу. Пожалуйста, нет. Ну что? Если я сейчас уйду в город, вы же отправляете меня на верну смерть, пожалуйста, не надо. Нам лучше трактористы, которые разбираются в своих хозяйствах. Погодите, а, погодите, погодите, доктор, я правильно помню, этот молодой человек сказал, что у него есть зомби? Нет, 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 нет. Прости, пожалуйста, брат, ладно? Пожалуйста. Ладно, давай, я могу отдать тебе нож. А как он мне поможет? Ну, в защите от зомби, брат, ну, реально. Хотя у тебя, наверное, с собой есть? А, у тебя на борт тут шитья. Давай, давай, я дам тебе нож, а ты, это, если что, ну, это, справишься там, брат. Ну, прости, но мы не можем взять тебя пятым, понимаешь? Ну, никак, мы это не прорянем 90 дней. Нам бы переждать первую волну в этом бункере, а, брат? Ладно. Держи нож, держи. Я не понимаю. Просто, ну, смотри, смотри, у нас есть тракторист, который еще занимался охотой. То, что он тракторист, это не так полезно, но он охотник, он сможет найти дичь, выловить ее и так далее. Приготовить, в целом, плюс-минус пожарить мясо, сварить его, это может любой из нас. Мы живем в такое время, когда нам, в принципе, не нужен... Ну, я же был профессиональным поваром. Жалко, челан, зачем нам роскошь? Ты умеешь готовить деликатесы, брат, я не спорю, но это бесполезно. Просто, понимаешь, ты, наверное, будешь полезен... Блин, ну, прикиньте, реально, я что-нибудь из зомбятинки приготовлюсь. Ух! Не, извини, конечно, дорогая, ну, степизерша, 17-летняя, но... Девушка, в любом случае, нужна, потому что, а что, если никто не выживет, кроме нас, и... Ну, нужно будет продолжать человеческий род, как бы, да, ребята? Я... я вас понимаю. Блин, нож будешь брать? Да, давай. Картошка фри. С мороженым? Что? What the fuck? Надеюсь... Надеюсь, ты выживешь. Надеюсь. И мы с тобой еще увидимся. Если ты выживешь, я тебе скажу так, и... Если ты выживешь, брат, если ты выживешь, и мы тоже выживем, то когда все это закончится, или если не закончится, то... Я тебе обещаю то, что я тебе обеспечу что-нибудь. Тут прям что-то охеренное для того времени, где мы будем. Договорились? Если уже с тобой пока не закончится, я тебе куплю квартиру. Прямо, если не закончится, то подарите какую-нибудь винтовку снайперскую, если мы найдем. Договорились? Ну, камон, реально, можно будет в дальнейшем просто какое-то поселение организовать. Хотя, ладно, может быть, они этого и не сделают, потому что у них тут, во-первых, свой сюжет, и я нихрена не решаю это раз. А второе... Тут уже вышло 60 сели, типа... Ну, камон, тут уже все и так решено. Хорошо. Я просто не знаю, что будет дальше. А, ну так, чисто свое мнение предполагаю. Дохранит тебя, Господь, Бог. Удачи тебе, все. Удачи тебе. Благодаря тебе, Бог. Давай. Пока. Пока. Добрый раз. Добрый раз, Анчик. Ну, что ж, нас осталось четверо, друзья. Нет. Тогда, я буду... Ну, что ж, я буду... Я буду в бункер. Я буду в бункер, вам, наверное, не терпится посмотреть, что здесь внутри. Давай, тебе. Охренеть, закругленный Майнкрафт. Не торопитесь. Так, двери здесь не автоматически. Когда заходите, вот здесь сбоку нажимаете, и оно закрывается. Видите? Ох... Так, смотрите, это... Жесть. Зеваю, зеваю. Сори. Главное, наше... За который раз, я не знаю, я реально, когда смотрю, начинаю просто видос, я начинаю зевать. Что за хрень? Естественно, нормальная комната. Здесь, нам всем придется спать. Надо кефе, короче, начинать херачь. Можете убирать себе койку, я заберу оставшуюся. Вот. Я... Лучше вот эту верхнюю заберу. Ну, конечно, да. Вам, Сашенька, я, конечно, все понимаю, но вам придется все-таки как-то жить и существовать в комнате с тремя взрослыми мужчинами, поэтому... Ну, как-то поаккуратнее, хорошо? Впрочем, я привыкла. Ничего страшного. Хорошо. Здесь еще есть в бункере, просто я еще не смотрел, что здесь есть дальше. Я вот только это все видел. Так, для начала нужно закрыть дверь, потому что кто-нибудь может из этих ребят вернуться и устроить здесь какой-то кипиш. Так, где тут техническое помещение? Нужно поискать. Здесь. О, это, кажется, наша бойлерная. Да, смотри. Да, отбывает из подземных источников. Ау! Нужно посмотреть. Здесь, кажется, просто система очистки, посмотрите. Немного уже... Ну, трубы здесь, конечно, стоило бы заменить. Если что? Охренеть. типа вода это очень круто и ну важные основной проблемы всегда является добыча чистой воды именно именно чистый типа найти какую-то там речку и так далее это всегда можно но вот найти именно чистую воду и в этом себя проблема а здесь уже есть готового офигеть тракторист может нам помочь вам все-таки в тактах избирать думаю а я знаю что это такое понимать это фильтр и система очистки если мы сможем добывать воду извне и приносите сюда мы сможем ее фильтровать и очищать тогда нужно потом где-то быть бочку и что-то еще чтобы знать почему зима лох на эти дожди дождевую воду все-таки просьбы ну типа она и так чисто да да согласен на я говорю про источники сепота водаём рядом будет чтобы тут набирать воду что таскать ребята извините я наверное пойду взаимокойку а то последние три дня я вообще станет лучше пойду хорошо но сейчас времени у нас будет много чтобы выспаться да и тем более спать что в целом неплохо экономия экономить ресурсы так давайте найдем где же все-таки другая техническая комната может здесь надо закрывать вода кажется нашел вторую техническую комнату здесь у нас генератор смотрите кажется наш генератор электричество да если поломаете нам тоже поможет тракторист так щиток 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 здесь это даже в любом случае инструкция как это все чинить я когда все работает потому что ну тариц ты это самый великий чинильщики там инженеры я не знаю электрики и прочее про где-то андрюхи то здесь все это закупала этого не угла сделал а я кажется вижу систему управления ага посмотрим что он здесь не ожидал что здесь будет компьютер видимо система вот такого можно сидеть тут блоги свои снимать . в рецептах вижу кнопочку так да смотрите доктор система написано заблокирована двери а подниметесь проверить и заблокировались дверь можно ли открыть я думала изнутри тоже не откроется пока здесь заблокирована у да в принципе могу сходите проверьте я пока посту что еще есть в нашем бункере да в принципе я думаю чемоданчик свой уже можете не таскать скиньте его где-нибудь доктор вправо так хорошо вот эти ребята уже спят так что давайте не будем шуметь эту что это у меня проголок не шалован видеть это уже спят так что давайте не будем шуметь что у нас здесь еще есть в нашем бункере так здесь три двери так здесь на что опа кажется это кухня о да и здесь слишком много продуктов тоже есть 90 дней может быть дед рассчитывал что мы будем это много ждать блин тогда может не стоило выгонять прям всех может стать еще одного человека вот то может сгонять за тем поваром а уже поздно не знаю слишком рискованно здесь у нас ничего нет все пусто но это можно будет сказать шкафы можно будет использовать а здесь у нас сверху есть еда хорошо а кстати вот тут летишь тишь 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 тут уже спят рамки добрый час и закрутиться вы ведь так смотрите здесь я обнаружил кухню очень все забитые доме я здесь может она возможно уже пропало не если экономить и в этот момент когда я об этом подумал я понял что может быть стоило все-таки этого повара догнать там или что-то еще боюсь бася же не получится тем более у нас лучше пусть тракторист будет чем повар я про то что возможно хватило бы на пять человек да блин мы как-то слишком бесчеловечно поступили с ними совсем право я обнимаю сердце разрывается когда он начал плакать и кричать и говорит то что умрет понимая вас я проверил получается двери они крепко закрыты пытался открыть не получается все отлично значит я уже снял халат и положу там чемоданчик рядом с постелью хорошо хорошо давайте дальше что у нас тут за комната честно кстати где лаборатору кажется вам подойдет доктор с надеюсь какие-то медикаменты давайте знаете что я в медикаментах не сильно разбираюсь блин охренеть тут комнат в бункере жесть в моем представлении ну типа бункер просто одна большая комната чисто а здесь охренеть здесь есть и электричество здесь есть его очистка воды здесь есть и всякие компьютеры железные автоматически открывающиеся двери здесь есть медикаменты здесь есть кухни черт возьми здесь есть отдельная спальня просто и не знаю это какие-то апартаменты можно сквозь эти врачины без шикарного вида и может всю сводку сделайте потому что здесь медикаменты доктор да тут некоторые просрочены то некоторые отобрать но некоторые каско есть них там по 40 годности гораздо больше я знаю гораздо больше чем есть нет ничего не выкидывайте оставайте все просто отдельных отложите будем использовать только в том случае если закончится нормальная если что мы найдем другое применение медикаментов хорошо все доктор я вас доставлю и потом расскажете что здесь нашли а я пока послушаю что здесь что за комната так оооо это что мой царский сральник да это он и здесь даже душ встроен а ведь доктор доктор вы должны это видеть доктор доктор оставьте медикаменты посмотрите что здесь только главное сюда не провалиться когда будете срали потому что вы худой боже мне придется здесь даже есть душевая кабинка и кстати знаете что еще понял у нас очень низкий запас туалетной бумаги это очень плохо придется экономить на раз туалет походу два листочка смотрите амон у вас вон выйти можно и лес есть листочек он из трех слоев сделан вот это трехслойное не важно значит один листочек на дат вы предлагаете один листок разделять на три листка и потеряться одним листком ну да но я думал порвется да не нормально хороший план доктор хороший план я вас абсолютно поддерживаю нужно будет ввести в курс план надежный как швейцарские часы у наших сожителей теперь а я появилась идея раз у нас есть получается хересина плашевая тут она никуда не стекает а нет вот отверстие я думаю душевая лучше не пользоваться максимум знаете там раз в месяц да 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 но все равно есть на всякий фильтр но лучше экономить будем получать сливать воду найдем где тут люк находится в источнике воды хорошо доктор хорошо ладно пройдемте это вы будете заниматься своими делами а я пойду пока посмотрю что у нас есть в нашей центральной комнате да хорошо я пока тут все положу что так ребята пусть петт отдыхают здесь есть радио вижу да доктор положил свой чемоданчик здесь видимо это его кровать ну понятно сразу же понятно где он там себе кровать выбрал под молодой самочкой доктора пошли все с ним ясно так радио здесь значит он доктор знает толк кажется оно не работает что то я его включаю надо будет разобраться конечно не радио механик было бы неплохо если бы я в этом вообще разбирался здесь что такое это пустые консервы может быть где а здесь у нас реклама из рекламы здесь у нас уже прикольная реклама реакция на рекламу а это вот уже понятно да браузер говно так нужно разобраться что за функционал есть у этих компов кажется вот здесь сверху в этом мониторе можно включить видеокамеру которая на входе и наблюдать за тем что творится рядом с нашим бункером но с этим всем нужно чурки я думал это какой-то бункер я не знаю со времен великой отечественной войны это какой-то блин ультра современный бункер со всеми инновациями просто здесь есть камеры даже черта так хорошо что я в принципе конечно и все там ниже перечисленное что было до них от скир но за камеру против времени сейчас потыкаюсь тут все на английском английский такое типа я конечно знаю не на разговорном уровне но на техническом целом вот ну как на компе тыкнут туда тыкнут сюда целом разберусь ага о кажется получилось посмотрим так ага камера ну-ка ам попробую кае немножечко пошевелить да 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 есть 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 такой функционал но к сожалению за то что она неудобно стоит здесь нельзя будет осматриваться что происходит слева ладно зафиксируя пока в таком положении интересно если она будет постоянно включена то это будет ли энергию нагружать или нет в этом бункере да ну ладно можно опыта что-то что происходит кажется повар отбежишь вот черт доктор доктор срочная проблема там этот я думаю мы с вами сможем решить приняты в это решение быстрее смотрите на камеру смотрите что происходит доктор только смерти зомби прямо за ним будут реально проблемы уже точно едят к решению доктор доктора мы должны его спасти черт возьмем журки чайка него сожигал но будет же разбить генетизация вы так и открывать ворота нужного труда что такое доктор почему не мешает эти твари ну блин конечно если бы раньше сообразили то они бы не проникли внутри они уже там почти подошли и все внутрь и тогда уже все умрем дорогие друзья прямо сейчас в играм канале вам нужно решить спасем ли мы этого парня и оставим на сведении зомби помните что ваше решение мог ну в общем голосование там уже было полгода назад в общем туда поэтому это в принципе уже не особо-то актуально чуваки поэтому смысла нет а в общем как-то так ждем продолжение но в принципе она есть в общем то ждем как когда выйдет дите когда она выйдет на канале и я в общем то когда его посмотрю такое дело в общем друзья как то так сериал реально прикольный стоит собственно внимание да чтобы его посмотреть мне покажут все действительно нравится ну я на этом заканчиваю подписывайтесь на канал и комментарии ставьте большие пальцы вверх нажимайте как хочешь чтобы на ткать новых роликов ну а с вами был фильм всем удачи всем пока друзья